Село Парское, Родниковский район. Здесь 11 многоквартирных домов, школа и офис врача. Старую котельную построили еще в советские годы. Оборудование не меняли более 30 лет. На холод селяне не жаловались, но котлы и насосы здесь регулярно выходили из строя. В этом году объект вошел в программу частного государственного партнерства. Произвели демонтаж старого оборудования, то есть четырех котлов, насевых насосов, подпиточных. В данный момент все это установили. Новые котлы «Аргус», которые пришли к нам, установили сетевые, подпиточные. Сейчас в данный момент идет обвязка этих котлов, обвязка насосов. И дальнейшие продолжаться будут работы. Модернизацию финансировали из трех источников. Большую часть средств выделили из областного бюджета. Около 15% вложил арендатор и пять – районная администрация. Ремонт должны закончить в сентябре. В селе Сосновец отапливают 14 многоквартирных домов. Есть школы, детский сад, офис врача общей практики, дом культуры. Всего проживает около 270 человек. Капремонт котельной здесь провели в прошлом году. Отопительный сезон прошел хорошо. Коэффициент полезного действия нового оборудования выше на 15%. Здесь заменили три котла. Один старый стоит как резервный. Чтобы войти в программу частного государственного партнерства, в муниципалитетах должны разработать проектно-сметную документацию. Выбирают населенные пункты в правительстве по числу жителей, наличию соцобъектов и предприятий. Для участия в программе следующего года в Родниковском районе чиновники формируют сразу несколько смет. У нас есть потребность в городе Родники менять котельную, которая отапливает часть микрорайона, тоже проводить там модернизацию. Также требуется у двух школ и котельной тоже модернизацию. По словам Александра Шабатинского, еще до запуска программы в 2021 году износ сетей в области превышал 65%. Тогда выполнили работы по строительству и ремонту объектов теплоснабжения и водоснабжения в 29 муниципалитетах. Модернизируем котельные и за счет программы модернизации, и за счет еще концессионных соглашений. Вот один из вариантов Михалева сделано в Юрьевецком районе, там где приходит газ. Это Лукский район. Эту сферу более-менее стабилизировали и, по крайней мере, мы приостановили рост износа сетей. В прошлом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделили 146 миллионов рублей. В этом объем финансирования чуть выше. На эти цели направили почти 150 миллионов рублей.